Всем привет! Давно не снимала влоги, так что не обращайте внимание, если буду как-то странно говорить. Здесь у меня лежит малыш новый, я все еще не придумала ему имя. Этого малыша я решила называть Артем. Тёма. Хотела что-то необычное, но по итогу выбрала именно Тему. Мне кажется, ему идеально подходит. И также хотела сказать, что малыш не на продажу. Он остается со мной, я буду с ним снимать видео, шить ему всякие вещи, одежду, поэтому он не продается. Он мне в коллекцию остается. Но в этом видео я покажу другого малыша, который идет на продажу. Ссылочка, как всегда, в Авито, в описании. Я его так одела в боди, в другую одежду, которая ему подошла, и сделала вот такой вот браслетик еще ему. Это его игрушечка. Нашла такого котика дома и решила, что дам миникам. Он стоит на такой вот полочке. Я прибралась в ящике. Я недавно говорила об этом в телеграмме. Здесь одежда, но ее надо будет переложить куда-то, потому что она скоро сюда не будет входить. И здесь я тоже прибралась. То есть в коробочке тут стало по прибране. Но это все надо будет пересортировать, перебирать, потому что мне не очень нравится, как сейчас все это хранится. Тут вот пеленки, которые я решила нам оставить. Оставила вот эту пеленку с машинками все-таки, потому что у нас есть две розовые. И вот эту с машинками тоже решила оставить для мальчика, чтобы была хоть одна. И вот здесь у нас еще подгузники лежат. Там, по-моему, штук семь. Нужно из них поделать мини-подгузники, потому что тоже это место занимает. И здесь девчоночки очень жарко. Они просто здесь лежат. Пока дальше будут здесь лежать. Сейчас еще расскажу о продаже вот этого малыша. И перед этим хочу показать вещи, которые я шью для моего малыша, голубоглазика. Вот хочу ему сшить вот такой матрасик, спальное место. И к нему будет... Это надо погладить, не обращать внимание. Вот такое одеялко и подушечка. Вот такое спальное место. И из серой ткани хочу сделать штанишки. Если хватит ткани, еще шапочку. Кстати говоря, я сделала браслет вот из такой штуковины. Я не знаю, откуда это у нас дома, но я нашла это у нас дома. Вот такие трубочки. И тут очень много. Я особо не знаю, честно, что с ними делать. Как проволоку не получится использовать, потому что они не держат форму абсолютно. Вот. Ну, здесь вот разные цвета есть. Можно браслетиков поделать. Ну, и, возможно, какие-то игрушки получится с этим сделать для миников. Больше я не знаю, как это использовать. Вот еще мне с Wildberries пришел вот такой вот мини-вентилятор. Решила вам показать, потому что довольна покупкой. Он идет как вентилятор, светильник и увлажнитель для воздуха. Очень удобно. Он заряжается от розетки. То есть вот он включается. Первая скорость, вторая и третья. Вот. Если долгое нажатие, то он загорается и горит разными цветами. Вот. Просто решила вам показать. Чисто, мне кажется, достаточно интересно. Вот так он переливается всеми цветами радуги. Увлажнитель я сейчас не буду включать, потому что воды нет. Нужно туда налить воды. Вот здесь. Открыть вот это вот окошечко, туда налить. Луну я уже собрала контур. Но пока что очень медленно идет, потому что жарко. И какой-то вот такой деятельностью заниматься не очень хочется, честно говоря. Мне еще пришел клей для пазлов. Я какие-то части склеила. Тут какие-то не очень склеились. Да. Еще серединку собрала. Так вот. Продажа малыша. С ним в комплекте идет вот такой платочек, пеленочка. Вот сам малыш. На него ссылка в описании на Авито, где его можно купить. Здесь освещение не очень, на самом деле, передается. Но вот такой вот крошек маленький. Это футболка и штанишки. Вот. Можно снять шапочку. Такая у него прорисовочка. Вот. На самом деле он очень милый. У него бежевая тельца. Вот такие ручки. Венки есть. Такие вот ножки. Вот на Авито есть фоточки там, где он голенький. У него такой костюмчик с зеброй. Свидетельство. Так выглядит. Пустышка на магните. Игрушечка. Вот она кажется какой-то черной. На самом деле она коричневая. Вот такая мишка. И бутылочка. Этот волк я буду снимать до вечера. Надеюсь, получится достаточно длинное видео. Сейчас буду готовить обед. Сварю вот такие макарошки. И фарш говяжий. Моя собака пока занята пользуется моментом. Погрызть обувь просто любимое дело. Красавчик. Тебе сюда. Кстати, вчера мы ходили на прогулку. Первую. Пустили его по асфальту пройтись. Минут 15. У него просто еще прививки не совсем все стоят. Главные самые стоят. Но там еще кое-что осталось сделать. И от клещей он не обработан. Поэтому мы так немножечко прошлись. Я не снимала, потому что там не было что снимать. Мне очень интересно. Если куда-то поедем с ним, тогда уж вот думаю поснимаю. Кто скучал по моему свинюшеку, с ним тоже все хорошо. Он вот такой у нас большой мужчина. Ему будет уже три года осенью. В общем-то я просто уже кое-как эту подушку доделала. Потому что изначально я ее сшила. И эта ткань настолько плохая, что швы по краям выглядели очень некрасиво. И тут даже дырка образовалась маленькая. Поэтому я сплюла вот такую косичку. Да, это такая мини-косичка из нитки такой толстой, желтой. И вот так вот обклеила. И получилась вот такая подушка. Ну, можно вверх вот так или же вниз. Вот здесь у меня под рукой только этот малыш. Можно вот так положить, то есть. И, ну, выглядит классно, мне кажется. Вот, честно, я вот эту подушку делала полчаса. 30 минут. Вот это. Вот. Ну, в принципе, ладно. Зато я довольна. Мышки. Вот так. Выглядит. С другой стороны просто так. Такая милая подушка. Сейчас буду делать одеяло такое. И даже не знаю, хватит ли мне сил сделать еще и матрас потом сразу. Потому что я хотела все сразу сделать. Спальное место и положить уже малыша. Не знаю. Теперь уже. Одеялко тоже буду как-то пробовать упрошать. Этой же желтой ниткой. Потому что, ну, чтобы как комплектик был. Какие-то детальки одинаковые. Допустим, можно вот здесь вот сделать, так завязать. Такие желтые кисточки сделать. Так же, как и здесь. Здесь у меня работает кондиционер. Вентилятор, вернее. Кондиционер тоже неплохо, но у меня нет, к сожалению. И вот так вот я выживаю. Можно было бы, в принципе, включить сериальчик. Но как-то я так увлеклась процессом создания вот этой милипусечной подушечки, что даже забыла про все. Вот. Я уже вот на таком этапе доделала подушку и одеяло. Пока что я его так просто положила, чтобы примерить, как малышу. Ну, ему вот подходит. Как видите. Думаю, сейчас все-таки доделаю уже матрасик, чтобы был полный комплектик. И все. Вот одеялко получилось вот такое. Я сделала на кончиках такие кисточки мини. Такое прям легкое-легкое. Воздушное. На лето в самый раз. Это, кстати, ткань из наволочки. Я шью. То есть это реальное постельное белье. Новая наволочка была. Вот. Можно как пеленочку использовать, в принципе. Я, кстати, заказала на Wildberries мини-скрепки, как они называются. Мини-булавочки. Такие разноцветные, маленькие. С помощью них можно закреплять будет пеленочки и делать прищепки для пустышек. Я здесь оставлю артикул и фоточку. Так что я уже заканчиваю. Надеюсь, что с пошивом матрасика проблем не возникнет. Я решила сделать подробный обзор на вот этого малыша. Мне кажется, найдутся девочки, которым это будет интересно посмотреть. Поэтому показываю, какие у него ножки. И вообще, мне кажется, у меня немножечко изменилась лепка. Я стала немного по-другому лепить. Возможно, никто кроме меня этого не заметил. Но я стала как будто быстрее лепить. И, в принципе, мне чуть больше нравится, как у меня получаются пальчики, допустим. Но, опять же, возможно, это только я заметила. Видите, вот здесь венки прорисованы. Вот здесь вот видно. Венки. Сзади вот такие вот пяточки. Тельце белое вот такое. Оно очень мягкое. Вот такие ручки. Вот одна такая вот расслабленная, открытая ручка. Вот такая. Вот все подвижное. Такая вторая ручка в кулачке зажата. Это такая вот родинка. Родимое пятнышко, можно сказать. Мне захотелось сделать. И тут тоже венки есть. И вот такое личико. Показываю прям максимально близко, насколько это возможно. Вот он такой малыш. Ушки. Здесь вот подбородочек. Так. Здесь прорисовка такая. И сзади волосики. Вот так вот прорисовано. Он очень подвижный, как я уже сказала. Такой достаточно пухляж. Мне напоминает один молот ребор на настоящего. Я не могу вспомнить какой. Ну ладно. Напоминает он мне кого-то. Вот без вспышки. Ну без вспышки. Вот он больше как в жизни. Цветом хотя бы. Вот так вот выглядим. Лучше, конечно, против света. Вот так вот. Так вот вообще как в жизни он выглядит. Вот вспышку включила, чтобы вы могли все детальки рассмотреть. Такой зайка. Вот. Я уже все доделала, что хотела доделать. Сейчас все вам покажу. И будем прощаться. Матрасик, как получился, мне очень нравится. Такой нежный, воздушный. Я не очень сильно его набивала, как всегда. Получилось классно. Такой матрасик. Просто так можно малыша положить. Он отлично сидит. Лежит. Вернее, ну посадить тоже можно в принципе. Такая шапочка. И можно постельное белье положить. Либо так вот накрыть. Тоже очень воздушно получается. Классно. Либо можно наоборот положить вот так. Тоже суперско выглядит. Ну и так можно укрыть малыша. На этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok